Так, ну добрый вечер уже, наверное. Давайте начнём. Значит, сегодня мы проводим с вами рекламный маленький семинар. Вот, этот семинар предназначен для того, чтобы я мог вам рассказать кусочек той программы, которая входит в более общий курс, который читается у нас. Соответственно, ну это нужно для того, чтобы вы лучше представили те знания, которые вы можете получить. Но, на самом деле, сам по себе вопрос, он достаточно важен. Страховые и гарантийные запасы, ну, коль скоро вы сюда пришли, я надеюсь, что ни для кого из вас не секрет, что это такое. Страховые или гарантийные запасы создаются для компенсации каких-то непредвиденных сбоев. В поставке или в колебаниях уровня спроса. То есть, все мы прекрасно понимаем, что спрос предсказать абсолютно точно мы не можем. И если мы будем ориентироваться только на гарантированное потребление, или даже если мы будем ориентироваться на потребление среднее, то ничего хорошего мы из этого не получим. Скорее всего, большая часть наших клиентов будет уходить от нас без покупки. А клиент, который ушел от нас без покупки, это клиент, который с большой долей вероятности. Что делать? Ну, на самом деле, задача, что делать, она имеет очень большую историю. На самом деле, у нас в стране изучение процесса формирования страховых запасов, формулы, которые используются для расчет страховых запасов, очень активно разрабатывались еще в советское время. Каждое ведомство, оно пыталось что-то свое собственное изобрести, исходя из своей специфики. И поэтому формулы у нас существует довольно таких сложных и запутанных очень-очень много. Если вы видели какие-то старые методички по этому вопросу, вы, безусловно, видели две картинки. Ну, давайте, может, я попробую там отрисовать, показать, что имеется в виду. Значит, первая картинка, она выглядела примерно следующим образом. Ну, я прошу прощения, я не Рамбург, как бы, вот, рисовался вот такой вот водоем, значит, в этом водоеме у нас есть какой-то уровень воды, да, вот, а на дне водоема находятся какие-то горы, пития, значит, вот такие вот. И по дну водоема, по поверхности водоема идет кораблик, давайте я тоже его как-то нарисую, вот так вот. Вот, и поскольку этот кораблик находится на поверхности воды, то, соответственно, ему не страшны эти пики. То есть вся вот эта вот неравномерность, непредсказуемость, так она, как бы, закрывается вот этими вот возвышенностями. Ну, и что, вот, какой нюанс не учитывает вот этот вот рисунок? Нюанс тут очень простой. Он, как бы, подспудно подталкивает вас к тому, что страховой запас является универсальным инструментом, который способен вас спасти от всех бег. Но на самом деле правда состоит в том, что вода в этом водоеме, она, в общем, должна находиться не вот так вот. Она должна находиться как-то вот так вот. То есть в идеале она должна ровным слоем покрывать все вот эти вот пики и все вот эти вот ваши непредсказуемости, вы и должны делать предсказуемости. То есть в принципе факторы, которые влияют, да, это может быть там какие-то сезонные всплески, или, скажем, там у вас, не знаю, тезка мороженого, понятно, что если рядом там какое-то мероприятие, мороженого будут покупать больше. То есть все вот эти вот непредсказуемости вы должны по максимуму... надо по максимуму сделать предсказуемость, на самом деле. Вот. Страховой запас это обременение. И второй момент, который очень часто... Второй рисунок, который часто... значит... в котором часто иллюцировали управление товарными запасами, это был вот такой вот рисунок. Значит, мы его обычно называли система двух резервуаров. Система двух унитазов. Значит, два резервуара с водой, они связаны между собой трубой. Вот. И они обе заполнены об резервуара, и, значит, здесь стоит задушка. Значит, здесь вода у нас, и здесь у нас вода. Логика какая? Мы расходуем воду из этого резервуара. Значит, и своевременно эта вода должна пополняться. Это нормальный режим работы. И если воду не пополнили, мы открываем второй резервуар и начинаем использовать его. Вот это вот в руководствах тоже часто встречается. Какая здесь проблема? Проблема в том, что вот этот рисунок вас подталкивает к логике равенства страхового и базового запаса. То есть текущий запас, страховой запас у нас равен текущему. Вы его удуваете, так сказать. И на самом деле бывает, конечно, и так. Но вот эти вот старые задачи на расчет страхового запаса, они иногда, знаете, манипулируют вариантом исполнения заказа в срок от 3 до 180 дней. Вот, то есть, вот так это формулировано. Естественно, если вы будете подходить к ситуации таким образом, у вас будет вот такой вариант. Но подходить таким образом не надо. И тут мы с вами сталкиваемся с первым и самым главным ограничением, которое у нас есть по отношению к страховым запасам. Вы должны понимать, не надо повторять это бухгалтерам, вас кинуть чем-то тяжелым. Вот, вы должны понимать, что страховые запасы, по сути, свои, это основные средства. Конечно, с точки зрения бухгалтерской классификации это совершенно не так. Но если мы попробуем оттолкнуться от экономической логики, мы поймем, что это так оно и есть. Страховые запасы, они, в общем-то, не оборачиваются, они лежат на складе. И даже если мы что-то берем, мы потом это что-то должны пополнить, долить. А вот, подобно тому, как у нас на складе стоят стеллажи, для того, чтобы было удобно работать, то есть стеллажи, это, несомненно, основные средства. Вот точно так же и страховые запасы у нас на складе лежат для того, чтобы удобно было работать. То есть, они генерируют нам прибыли, они являются обременением на нашей коммерческой деятельности. Страховые запасы, в какой-то степени, это роскошь. Поэтому, прежде чем формировать страховой запас, вы должны, естественно, подумать, можете ли вы себе позволить такую вольность. И тотально формировать страховые запасы для всего вашего ассорбимента у нас, естественно, не получится. Значит, я уже вам сказал, что вы должны непредсказуемость максимально сделать предсказуемой. И вы должны подумать, не можете ли вы компенсировать риски, от которых вы пытаетесь защититься страховым запасом. Не можете ли вы компенсировать эти риски каким-то другим способом. Даже если вы предсказать ничего не сможете. Что имеется в виду? Самый простой способ, с помощью которого вы можете избавиться от страхового запаса, это концепция QR, концепция Quick Response, концепция быстрого ответа. Страховой запас вам будет не нужен, если у вас есть какая-то система, позволяющая экстренно пополнить ваши запасы в соответствии с необходимыми. Крик Респонс, в принципе, предполагает использование быстрого вида транспорта. Естественно, если у вас там помимо стандартной поставки морским или железнодорожным транспортом есть какая-то альтернатива на всякий случай, альтернатива быстрого пополнения авиатранспортом, это может служить определенным способом замены страхового запаса. Здесь, конечно, вы попадаете в общую себестоимость при такой борьбе работы. Но вообще, я хотел бы заметить, что логика быстрого ответа, быстрая реакция на изменяющуюся непредсказуемую ситуацию на рынке, логика Quick Response это не только и не столько быстрый транспорт, сколько постоянный контроль. Чем чаще вы мониторите то, что у вас происходит, чем чаще вы оцениваете товарные запасы и принимаете решение, что вам надо делать дальше, тем меньше у вас будет страховой запас. Вы себе снижаете уровень непредсказуемости. Но вообще, базовый подход, да, и еще один момент очень важный. Вы страховым запасом можете компенсировать непредсказуемость. Непредсказуемость, но нераздолбайство. То есть, если вы задумались о том, что какой-то фактор вы хотите перекрыть страховым запасом, то это значит, что вы реально не могли предсказать этот фактор. Ну, пример, да, значит, если у вас там идут какие-то проблемы с очередью на границе, из-за этого машина не может долго прийти, да, вот вы знаете, что там, возможно, какие-то колебания, вы это перекрываете запасом. Ну, в принципе, да, это может быть. Совершенно другое дело, если у вас эта предсказуемость возникает из-за того, что вы не в состоянии своевременно оплатить поставку. Вот если вы из-за низкой дисциплины платежа получаете какие-то перебои, и эти перебои вы хотите компенсировать страховым запасом, то вот это принципиально неправильный подход. Дисциплину платежа надо повышать за счет каких-то финансовых инструментов, но если вы будете компенсировать проблемой дисциплины платежа с помощью страхового запаса, вы тем самым только усугубите свое положение. То есть, ну, работать со страховым запасом – это в какой-то степени крайне случайно. Ну, и еще один нюансик. У нас есть такое понятие, как уровень обслуживания, допустимый уровень обслуживания. То есть, это элемент коммерческой политики предприятия, который определяет, какая часть спроса клиентов подлежит немедленному удовлетворению. Вы должны осознавать, как именно вы хотите закрыть спрос. Вы хотите его закрыть на 100%, на 90%, на 80%, в зависимости от того, какое решение вы примете, это вот ваша коммерческая логика, ваше решение как коммерсанта. В зависимости от того, какое решение вы примете, вы и будете принимать решение о том, какой уровень товарного запаса вам лучше. Вот это вот как бы общие моменты, которые я хотел вам осветить. А теперь давайте конкретики. Значит, для того, чтобы вы лучше поняли конкретику, давайте мы задумаемся с вами о том, в чем мы вообще можем измерять товарный запас. Очевидно, что если мы думаем там о закупках, об потребностях, мы можем измерять заказ по каких-то натуральных единицах. В штуках, в килограммах, ну и так далее. В чем обычно измеряют данный товар. И если перед нами стоит вопрос каких-то финансовых расчетов, то мы можем страховой запас также измерять в денежных единицах. Товарный запас можно измерить в миллионах рублей. В процентах чего? Оборота. Процент от оборота? Ну, понимаете, можно в принципе. С помощью процента от оборота вы, в общем-то, определите значимость товара. И такой подход вас плавно приводит к обоционализу. И это имеет смысл. Потому что обоционализ может вам помочь ответить на вопрос о допустимости, не целесообразности, а допустимости создания страхового запаса. Потому что если у нас есть какой-то товар категории А, который очень значим для нас, а ВС анализом, она распозначилась, то, наверное, да, наверное, для этого товара можно себе позволить создание страхового запаса, хотя не факт, что нужно это делать. Да, если этот товар хорошо предсказуем, то зачем? Вот. Если товар малозначимый, товар С, ну, наверное, страховой запас сомнительный, что нам надо делать. Это да. Но я сейчас хочу сказать немножечко о другом измерении. Мы можем запас померить в относительных единицах. Мы можем товар по мере страхового, мы можем запас померить в днях или в неделях. То есть, мы можем сказать, оценивая запас на складе, что вот этого товара нам хватает на 5 дней продаж, на 10 дней продаж, на месяц продаж, на 3 года продаж. Такой подход, он очень удобен, поскольку он позволяет нам оценить, насколько большие у нас запасы, насколько они для нас критичны. Натуральное денежное измерение такого ответа в явном виде не дают. И второй момент, он позволяет нам достаточно легко сопоставить этот запас с возможностью его пополнения и с плечом поставки. Потому что измерение тут будет в одно из дней. Если у нас там, скажем, товар осталось на 5 дней продаж, а пополняется у нас товарный запас за 6 дней, срок исполнения, ну это явное указание на то, что у нас все плохо и пора, значит, хвататься за голову и что-то делать. И именно вот такой вот подход и поможет нам решить вопрос страхового запаса. Как мы будем решать эту проблему? Очевидно, что мы в общем случае закупать товар, ну в идеальной ситуации, должны в какой момент времени? В тот момент, когда уровень товарного запаса у нас на складе снизился до до уровня обеспеченности заготовительного периода. То есть у нас пополняется запас за 6 дней, исполнение заказа за 6 дней. Вот у нас 6-дневный заказ, на 6 дней остался товар, вот мы сразу же размещаем заказ, через 6 дней 0, а у нас товар пришел. Ну, естественно, это вот такой очень впритирочный вариант, понятно, что так делать нельзя. Вот. Ну и, естественно, мы можем сделать что? Мы можем с вами накопить статистику. Оценка статистики у нас тут вот будет лежать в основе всего. Мы накапливаем статистику и на основе статистики мы видим, что у нас средний срок исполнения заказа какой? Ну, там, скажем, 7 дней. Вот мы получили средний заготовительный период и мы знаем, в какой точке можно размещать. Ну, давайте, чтобы было интереснее, я сейчас такую модельку построю. Так, аксель откроем. Значит, у нас здесь предусмотрена вот такая вот задача. Ну, чтобы было интересно, предположим, у нас это не дни, а недели. И вот мы собрали с вами статистику, в соответствии с которой у нас значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 заказов. И у нас по статистике заказы исполняются в следующие сроки. 9, 7, 9, 9, 8, 9, 7, 11, 9, 7, 7. Вот в такие сроки у нас исполняется заказ. И если мы сейчас возьмем и посчитаем среднее значение, мы получим 8,375 недели. Вот это вот тот самый средний срок исполнения, за который значит, у нас происходит пополнение запаса. Ну, и предположим, мы решили работать в прикидку, и мы взяли и стали заказывать товар в тот момент, когда у нас товарный запас снизился до этого уровня. Что это, к чему это нас приведет? Нехитрый подсчет показывает, что в 4 случаях из 8, ну, предположим, статистика у нас полностью повторится, в 4 случаях из 8 у нас будет наблюдаться задержка исполнения заказа. И в 4 случаях мы вылезаем в дефицит. Почему так происходит? У нас есть статистика, у нас есть средняя, но у нас все-таки есть определенные неравномерности. Среднее значение со статистической точки зрения, да, действительно, характеризует последовательные значения. это одна из характеристик набора данных. Но помимо этой характеристики мы должны ввести еще какую-то характеристику, которая бы позволила нам оценить и вот эту вот неравномерность. И вот эта вот характеристика, которая позволяет оценить неравномерность, это, собственно, то, что мы и сможем использовать для расчета страхового запаса. что это за характеристика? на самом деле, она достаточно хорошо известна. Это среднеквадратичное отклонение. Значит, давайте я вам покажу формулу. Так. Вот формула среднеквадратичного отклонения, да. Значит, что это такое? Мы берем среднее значение, из среднего значения вычисляем каждое значение. у нас 8, но это будет 8 разниц. Каждую разницу возводим в квадрат, суммируем, делим на количество, это тоже 8, и извлекаем квадратный корень. В результате получаем вот какую-то меру неравномерности. Тавтология небольшая. Характеристику, которая показывает, насколько у нас эта последовательность разнородная. Она может быть большой, это значит, у нас очень разнородная последовательность. Или маленькая, значит, она у нас разнородная. На самом деле, что нам показывает эта последовательность? Ну вот, если мы посмотрим на график нормального распределения, и если наш процесс подчиняется закономерностям нормального распределения, то есть есть какая-то средняя и более-менее равномерное распределение реальных данных вокруг средней. Если у нас такое и есть, то это называется нормальное распределение. И если мы возьмем среднее квадратичное отклонение, то среднее мин плюс-минус одно среднее квадратичное захватит у нас по статистике, да, это закономерность нормального распределения, захватит 68,2% реального значения. если мы добавим еще по одному средне квадратичное, то это будет плюс еще, ну, где-то у нас будет там в районе 95%, значит, еще одно 3 средне квадратичное плюс-минус, мы захватим уже практически 100%, там, 99,8%. И рассчитав вот это вот средне квадратичное отклонение по срокам поставки, мы с вами можем понять, какой нам нужен страховой запас. Давайте попробуем это сделать. Я не буду писать формулу целиком, потому что в Excel у нас есть специальная функция, которая считает это средне квадратичное отклонение. И эта функция называется stand отклон точка г. stand отклон точка г. И мы выбираем вот это вот stand отклон точка г. И что мы видим? У нас получается, давайте я не буду это красное выделять, у нас получается, ну, грубо, 1,32. То есть, если у нас это недели, то страховой запас мы можем взять в 1,3 недели. И что это нам даст? Ну, если мы посмотрим, мы увидим, что запас в 1,32 недели закроет нам три случая задержки из четырех. Ну, у нас статистика не очень велика, конечно. В трех случаях у нас проблем с задержкой не будет при таком страховом запасе. Если же мы возьмем два среднеквадратичных отклонения, то есть, запас создадим на 2,63 недели после потребности, то вот эта вот задержка тоже будет закрыть. Обычно при использовании такого подхода берется диапазон, берется значение от 1 до 2 среднеквадратичных. Почему? Ну, меньше 1 среднеквадратичного это как бы уже ни о чем. То есть, там особой защиты не будет. Больше 2 слишком большие затраты при минимальном выхлопе. Вы там возьмете еще плюс 2 процента реальных значений, что это вам даст. А увеличить надо в полтора раза. Ну, вот 1 полтора 2 среднеквадратичных отклонения. Обычно делают таким образом. вот это вот самый простенький и очередный подход к данной проблеме. Какой у него есть недостаток? Очередный недостаток. Он вам даст возможность работать только с одним параметром. либо пытается компенсировать срок поставки и в этом случае вы смотрите среднеквадратичное отклонение по срокам. Либо либо вы смотрите отгрузку объема отгрузки в какой-то временной интервал понедельник и берете среднеквадратичное отклонение по отгрузке. В этом случае вы компенсируете просто работу другого факта. Существуют конечно способы, которые позволяют это объединить. И одним из таких способов можно считать формулу, но она немножко спорна конечно. И многие считают эту формулу некорректной. Работает она не всегда, но есть ее метод применять в полном объеме. Но базово ее можно использовать. Мы усредняем берем квадратичное такое среднее по двум среднеквадратичным отклонениям. Смотрим среднеквадратичное отклонение по отгрузке и среднеквадратичное отклонение по доставке. Потом каждый возводим в квадрат, извлекаем корень и получаем общее среднеквадратичное отклонение. Здесь есть кое-какие дополнительные параметры TD квадрат, но это нужно для того, чтобы совместить два момента время и количество отгрузки. ну вот соответственно здесь для этого совмещения берется продолжительность функционального цикла, а здесь количество продаж в день, но так домножается крест на крест, и в результате получается что-то вот такое единое. Вот, существуют и более сложные варианты расчета страховых запасов, и я, если вас интересуют какие-то более сложные формулы, я вам могу порекомендовать книгу Лукинского, автор Лукинский, модели и методы теории логистики. Вот Лукинский в своей книге собирал все вот эти вот откладки. также значит для тех кто более или менее знаком со статистикой хочу заметить что здесь у нас в данной методике есть одна ну не то чтобы не точность но натяжка. Дело в том что вообще говоря среднеквазратичное откладение это показатель который ну скорее должен характеризовать непрерывную вероятность а не дискретную у нас она дискретная а мы пытаемся с ней работать так непрерывно но бывают ситуации когда мы можем немножечко эти методы как бы перекрещивать и в курсе который я читаю в курсе аналитики я рассказываю что бывает вот значит вот здесь как раз и есть текст да значит если результат явления имеет численное выражение то говорят о случайном величине которое может быть дискретной или непрерывной значит если дискретная величина то мы ее описываем набором значений вероятностями их появления в принципе если мы оперируем сроком исполнения заказа он дискретный да там одна неделя две недели три недели вот и мы должны для оценки использовать как раз вероятности значения их вероятности мы отталкиваемся от работы с непрерывной величиной вот в этом случае используются функции распределения но значит в практических целях хотя может иногда это не совсем корректно методично мы можем в тех случаях когда используется непрерывная величина пытаться ее описать с помощью каких-то дискретных приемов а когда есть величина дискретная мы можем попробовать работать не как с непрерывной еще раз повторюсь это не всегда корректно но это дает нам определенное расширение инструментария которая может оказаться удобным в практических целях ну вот в общем то что я хотел вам рассказать значит надеюсь что-то интересное сказал значит соответственно и к слушателям вебинара тоже вопрос да какие вопросы у вас остались у нас еще несколько минут есть если хотите давайте отвечу не обязательно даже по теме семинара если вас интересует сам курс можете какой-то вопрос задать почитать 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 если вас интересует то количество управления скорее всего его понимаете я боюсь вам что-то рекомендовать по одной простой причине у нас есть хорошие книги с управлением запасами например Родионов Родионов нормирование бытовых запасов Стерлингово книгово пускало сейчас не вспомню как это называется но у них есть недостаток какой они очень перенасыщены математикой и вот у нас как зачастую люди которые принимают какие-то нанеженские решения они с математикой не то что не дружны но как бы что-то подзабылось что-то не совсем понятно что-то там изучали но зафиксировали формулу ее сдали на экзамен как бы к рукам не привязалось а те кто достаточно хорошо знают математику они не особо скажем так заняты предъявляем решения поэтому данный курс я как раз и делал для того чтобы все-таки математику какую-то внедрить но здесь будет предельно понятно использовать сложные формулы можно но не нужно потому что как только вы начинаете использовать сложную формулу которую вы не понимаете что за что цепляется и почему делается именно так вот вы начинаете уже играть в цифер а это опасно если вы играете в цифер то вы именно играете и не будете его привязывать к каким-то своей реальной надаче а это в практических целях это опасно вот это вот как да знаете не знаю может в мужской части аудитории это будет более понятно как в любых единоборствах важно не знать очень много приемов важно знать 2-3 ну вот хорошо коронки вот если отработана коронки это человек как правило на поле будет более набрал себе ногу тут как раз я и пытался подобрать такие коронки которые бы закрыли больше decomp institute с cs по своей